Я считаю, женщины не должны воевать. Это мое глубокое убеждение, воевать должны мужики, и это их миссия, и умирать должны мужики, и так далее. На мой взгляд, это попытка найти, опять-таки, неких национальных героев. Их, к сожалению, очень мало, а если какие-то либо были, либо появляются, их очень быстро очерняют, и все это закатафай-катавайся с новыми фактами, с передергнем. Я просто очень много занимаюсь этими вопросами, и вижу, где люди пытаются просто... Одним словом, это попытка найти какого-то национального героя, либо группу героев. Но попытка, на мой взгляд, весьма трендовая. То есть, давайте сейчас делать о женщинах фильм. И вот делают о женщинах. Завтра, а давайте сейчас снимать о космонавтах. Будут снимать только космонавт. А давайте вот снимать хоккеистов. Снимали о хоккеистах. То есть, это вот некий тренд нашего кинематографа, к сожалению, обусловленным деньгами. Под что дают деньги? Отдают деньги сейчас под женщин-героев. А мы будем брать под это деньги и снимать на эту тему фильм. Иногда придумывая героев, иногда передергивая факты, иногда и так далее. Я не видел фильм «Батальон», он говорит, хороший. Я надеюсь, что это хороший фильм. Потому что прочие фильмы, которые я видел и про которые я слышал, например, «Сталинград», это... Я реально, я вырос в этом городе, я знаю, как там было, мне дед рассказывал. Ничего общего. Ничего общего. Если «Батальон» такой же экшен, то мне очень жалко. Не надо сейчас снимать фильмы о войне, если не умеете, если вы осваиваете бюджет. Не надо. Тем самым вы просто уплощаете эту ситуацию, вы загоняете, вы делаете ее еще хуже, чем она сейчас есть. Об этом, как и в любом голливудском триллере, забудут очень быстро. А если вы действительно расскажете правду об этой тяжести, об этих моральных переживаниях, пускай его посмотрят меньше людей, но это будет гораздо ценнее, чем куча дебилов посмотрели, как разбиваются самолетики. Не надо.